В Беларуси введен новый республиканский налог – транспортный. Он предусматривает двухэтапную оплату. Напомним, новый транспортный налог пришел на смену государственной пошлине за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Ранее так называемый дорожный сбор необходимо было выплачивать перед прохождением техосмотра. С 1 января автовладельцы, которые не получили в установленном порядке допуск на участие в дорожном движении, должны выплатить авансовый платеж по транспортному налогу до 15 декабря. Его сумма – одна базовая величина – 29 рублей. За прицеп, прицеп дачу и мотоцикл – 20 рублей за каждый объект налогообложения. Только в Ленинском районе Гродно его должны оплатить 18 653 человека. Доплату транспортного налога нужно будет внести не позднее 15 ноября 2022 года за текущий год. Извещения по Ленинскому району до 1 сентября будущего года должны получить почти 26 тысяч человек. Проще разобраться с налогом будет пользователем личного кабинета в налоговой инспекции. В личном кабинете появился новый электронный сервис – сведения о транспортных средствах. В данном сервисе отражены сведения в отношении транспортных средств, выпущенных начиная с 1992 года и зарегистрированных за физическим лицом в ГАИ МВД по состоянию на 01.01.2021 года. Физическим лицам, кто зарегистрирован в сервисе личный кабинет, придут извещения только в электронном виде. На бумажном носителе извещения они не получат. Если в личном кабинете плательщик заметил ошибку, необходимо обратиться в управление ГАИ. Для регистрации в личном кабинете надо прийти с паспортом в налоговую инспекцию. Обязательное условие – наличие учетного номера плательщика. Транспортный налог выплачивать не надо автовладельцам, чьи транспортные средства были угнаны или украдены, выпущенные не позже 1991 года, электромобили, а также машины, оборудованные для использования инвалидами. Кроме того, не придется уплачивать налог за транспортное средство, которое либо снято с учета до 1 июля этого года, либо у которого все еще действительно разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Ставка налога снижается на 50% для участников Великой Отечественной войны, инвалидам первой или второй группы – пенсионерам. На 25% – инвалидам третьей группы. Великой Отечественной войны